Для того, чтобы разобраться в цифрах сайтов знакомств России, мы пригласили к нам одного из главных экспертов России по Big Data, основатель Tazeros Global Systems Артур Хачиян. Артур, привет! Привет, Артур! Расскажи, насколько у нас в стране востребован Tinder и Badoo? Слушай, на самом деле очень, потому что аудитория даже как бы в России достаточно большая этих приложений, и ну как бы давай так, если делать некий рейтинг, на первом месте у нас Badoo, потом идет Mamba, потом идет Tinder. Приложения, в которых ежедневно заходят люди, общаются друг с другом, они всегда поддерживают там достаточно актуальную информацию, постят фотки, и вообще это на самом деле один из источников получения сведений о гражданах. А за счет чего Badoo так стрельнул? У него количество пользователей в разы больше, чем у Tinder, мне кажется. Ну они очень хорошо пошли там в сторону СНГ, всяких Турции, Греции, не знаю, можно ли это называть странами третьего мира, вот, за счет этого как бы быстро очень набрали свою аудиторию. Плюс они были относительно первыми в тот момент, когда других приложений было мало. У них огромный набор фильтров, каких-то параметров, знакомств. Бытует мнение, что в этом приложении все ищут только секс одноразовый, но на самом деле там реально процентов 20-30 пытаются любовь всей своей жизни найти. Ну вы как собиратели информации, собиратели данных со всех социальных сетей, что вы можете узнать о людях из сайтов знакомств? Окей, смотри, во-первых, там всегда есть реальные интересы людей. Это очень, как сказать, такая показательная информация, потому что человек, если постит там свою фотку и пишет, люблю серфинг там или еще что-то, то, скорее всего, это всегда так. Да, профили очень часто приукрашены, но реально оттуда много можно чего подчеркнуть. Это такая выжимка из всей реальной жизни человека. Да, я вот там такой, сякой, сякой и люблю это. Вот, плюс что еще? Есть всевозможные теги, описания, там какие-то, опять же, те же фильтры, которые человек могут рассказать какую-то дополнительную информацию. Ну и связи с другими людьми. Ты сказал, что многие воспринимают сайты и знакомства как такую разовую историю, но я знаю, у вас раньше был сервис именно о любви, там кто-то нашел вообще свою настоящую любовь. Вот история следующая. Мы запустили его в тест, набрали 100 тысяч пользователей, и проблема оказалась как раз-таки в том, что там 60% женатики, которые, как бы, непонятно, что ищут в сервисе, который, вроде как, должен им найти идеального партнера. Поэтому мы всю эту историю на тот момент приостановили, еще решали юридические вопросы. Вот, но действительно, как бы, приложения типа Тиндера, они в основном решают потребность одноразовых связей. И создатели всегда пытаются сервис свой, как бы, противопоставить этой всей истории, но по факту это так оно и есть. То есть, если мы, когда делали сервис, мы позиционировали его не как магазин мяса, где у тебя нету фильтров, и тебе вроде как алгоритм подбирает идеального партнера, вот. Но по факту Тиндер, у них тоже какая-то такая концепция, вроде как и фильтров нету, где ты там можешь выбрать, не знаю, блондинку с большой грудью на какой-то крутой тачке. Но по факту вот это вот листание влево-вправо, это, мне кажется, самый продвинутый интерфейс, который они могли только придумать для отсеивания людей. А вы там какую информацию берете для своего бизнеса? Не могу сказать, потому что мы что-то берем из Тиндера, вот, но из приложений для знакомств это фотографии, анализ заднего плана, анализ взаимосвязи. Что такое задний план? Ну, что на заднем плане? Машина, квартира, яхта, достопримечательность какого-то города. Да, да, да. Ну, чтобы понять, куда человек путешествовал, как часто, сколько, где, зачем, куда, с кем он фотографируется, с белыми девушками или с азиатами, ну, в общем, как-то так, из-за этого можно получить дополнительные сведения. А есть какой-то рецепт, вот мы в редакции провели опрос, и девушки нас очень попросили, чтобы мы спросили у тебя, есть ли рецепт, как правильно составить анкету, чтобы она была успешной на сайтах знакомств именно с целью создания серьезных отношений? Окей, могу вот конкретно про Тиндер сказать, потому что я буквально прям последние где-то месяца два-три снова там зарегистрировался и провожу такое микроскопическое исследование. Значит, все делится, ну, так, Тиндер — это очень сильно, называем это полярное приложение. Там все либо ищут строго секс, либо ищут строго свадьбу, мужа, жену и так далее. То есть, как бы людей, которые находятся и там, и там, их мало. А реально таких, это как бы прям самая крутая аудитория, которая по факту и туда, и сюда, и не создают реальную активность. Ну, в общем, что нужно? Не нужно быть слишком идеальным человеком, потому что если, опять же, да, анализируют профили, это человек, либо у которого в среднем 12-15 фотографий с дорогими машинами, квартирами, намекающих на их успешность, там, и так далее, с такими людьми очень редко кто взаимодействует. Это раз. Почему? Они же успешные, богатые, якобы. Но почему Инстаграм считается самой суицидной социальной сетью? Потому что люди не постят ничего плохого о своих событиях жизненных. И создается впечатление, что человек все очень хорошо, и это угнетает аудиторию, которая на него смотрит. На самом деле, есть такие исследования. А самая пацифистская какая социальная сеть? Не знаю, я знаю, что самое суицидное это на первом месте Инстаграм, на втором месте Фейсбук. Ну, понятно, что это коррелирует, конечно же, с объемом аудиторий. Потому что Инстаграм на зависти, наверное, построен, да? Да, 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 да. Но реально сейчас людей привлекают люди, которые выглядят настоящими. Я не знаю, как это правильно объяснить. Я тебе скажу так. Значит, давным-давно, еще 2-3 года назад, когда Тиндер заражался, ну да, мы делали исследование по московскому Тиндеру. Что мы сделали? Мы сделали 60 ботов, которые представляют собой разную категорию разных аудиторий. Ну, то есть, по-моему, он и ботаник, успешный качок. И ими лайкали всех подряд, смотрели, кто залайкает нас в ответ, и анализировали профили этих людей для того, чтобы составить карту, собственно, кто с кем взаимодействует. И уже тогда было понятно, что Тренд, как бы, это живые люди, реальные люди, которые взаимодействуют с реальными людьми. То есть, это не какой-то там гиперкачок, не кто-то супербогатый, такой средний класс, средний пользователь. Либо люди не лайкают таких людей, потому что, как бы, у них заниженная самооценка, а это, к сожалению, для России очень большой, не знаю, порог, или наоборот, счастье, я не могу сказать. Вот, то есть, должно быть что-то такое среднее. То есть, если у тебя там 15 фотографий с путешествий, но ты запостишь что-нибудь, не знаю, как-то с лестницы упало, или там борщ варишь в каком-то смешном домашнем халатике. Это что, это будет лучше? Ну, исследование, как бы, статистика показывает, что живые люди лучше общаются с живыми людьми. Такими, не с живыми не в плане активности, а выглядящими такими, как бы. Ну, это вы брали такую сборку по простым пользователям. Нас, как Forbes, интересуют более обеспеченные, богатые пользователи, может быть, члены списка Forbes, может быть, и нет. Я знаю, что вы проводили такие исследования по чиновникам. Наверное, и бизнесменов тоже касались. Расскажи, что они лайкают, и вообще, есть ли они на сайтах знакомств, таких как Tinder и Badoo? Окей, смотри, мы, опять же, вот в том историческом исследовании 3 года назад, мы смотрели конкретно, сколько аккаунтов Tinder находится на территории госучреждений. Так. МВД, Госдума, там, так далее. Ну, больше всего понятно, что в Госдуме аккаунтов, вот, но по фотографиям никого определить не удалось. Поэтому, я думаю, что они все прячутся, да, за какими-то несуществующими активностями. Вот, кто-то мне, близкий к этой теме, сказал, что, мол, есть какие-то специализированные приложения для таких товарищей. Но я вот ни одного не знаю, и мне кажется, что мы с тобой были бы в курсе. Это какие-то закрытые имеется в виду? Ну, думаю, что нет, это какая-то ерунда. Скорее всего, речь идет про каких-то там старых кабинетных товарищей, которым девушек ищут специализированное какое-то там, не знаю, управление. Есть вот известный кейс с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой, когда, собственно, карьера миллиардера пострадала очень сильно от социальных сетей юной такой девицы. Я думаю, что эта проблема не только Олега Дерипаски, я думаю, многие бизнесмены подвержены именно вот этому, то, что какие-то их дети, их друзья... Как бы люди с реальным баблом, их в соцсетях нет. Это понятно, что ни для кого не секрет, их практически вообще нигде нет. Но они смотрят Forbes Дайжест, тем не менее. Это да, я надеюсь, что они посмотрят и поймут, что как бы... А есть только на нашем YouTube-канале, кстати. Главная проблема в детях, в каких-то ближайших коммуникациях, потому что я всегда говорил не только про там супер богатых людей, А вообще, в принципе, о каждом конкретном человеке его аккаунт дает реально только 30-40% знаний. Остальные знания получаются из его окружения. От подтверждения его возраста, согласно там среднему возрасту всего друзей, до каких-то реальных связей, мест работы, машин, квартиры и всего прочего. Здесь работает примерно такая же фишка. То есть он может сам никакую активность не производить, но рано или поздно его жена в инстаграмчик с яхты эту фотку запостит. А сервисов, которые сейчас из открытого эфира собирают данные о перемещении частных самолетов, яхт, судов и всего прочего, их сейчас огромное множество. И ими все пользуются. От Навального до каких-то там разведывательных организаций. Ну вот давай представим ситуацию, что мы вот выключили камеры, и мы вот как съемочная группа Forbes нам дали задание придумать локацию, какое-то место, чтобы таргетированно найти самую большую аудиторию и продать ее, например, рекламодателю. Мы сами это, мы это понимаем, где мы это хотим сделать, но мы хотим воспользоваться, например, твоими услугами. Ты как специалист нам скажешь, где, куда нам надо идти, может быть какое-то нетривиальное место. Подскажи нам. Я вам как специалист скажу, что мы не занимаемся высокодоходной аудиторией, но, да, как бы, если все-таки мы решим это сделать. Уже много денег, почему вы этим не занимаетесь? А потому что в массовом сегменте все равно больше денег. Ну то есть с точки зрения, как бы, экономики найти одного миллиардера или найти миллион человек, которые купят Coca-Cola, это дороже. Но давай возвращаясь к этой штуке. И реально, если гипотетически подумать, что там анализировались какие-то некие географические перемещения, это гольф-клубы, московские все вот эти вот элитные, не знаю, правильно их назвать, санаториями, сауны и все прочее. Вот это реально места, где ты можешь случайно кого-то встретить. Например, высокопоставленного, не знаю, госслужащего, вот. Но зачастую надо, наверное, конечно, не в Россию смотреть. А на каких-то конкретных бизнесменов вы не проводили исследования? Нет, никогда подобными занимались. Занимались только госчиновниками, вот. Это, как бы, относительно такая живая история. Это более платежеспособная аудитория, готовая тратить деньги публичные или почему? Они и, например, их какие-то ближайшие коммуникации. Вот у меня была история с поиском, там, аудитории для интернет-магазина элитных шуб. Вот тогда анализировались женщины, которые там на фотках, где-то как-то рядом, там, находятся с госчиновниками. Вот это реально была история. Но по факту... Какого ранга? Вот, ну, там, как сказать, назовем это так, замминистра и его ближайшие там три колена. Вот. Это аудитория, которую еще реально хоть как-то найти. А по факту все, что выше, эти люди достаточно хорошо скрываются. И, наверное, это хорошо. Ну, может быть, не все хорошо скрываются. Давайте дадим небольшую практическую такую заметку. Если у нас большое состояние, мы не хотим его показывать, сейчас это в некотором образе может быть опасно, да? Окей. Что нам делать, чтобы нас не нашел Артур Хачьян и Форбс? А, я думал, наоборот, инструкция, как найти. Нет, чтобы нас не нашли. Чтобы нас не нашли. Я тебя понял. Слушай, ну, первым делом, на самом деле, вот, самая действенная история, это провести воспитательную беседу с женой, мужем, ребенком и так далее. Объяснить, что, как бы, первое, что мы должны проверять, задний фон не ставить. Ну, понятно, что не ставим никаких геотегов, понимаем, с кем мы как взаимодействуем. Все эти стандартные практики, которых, мне кажется, мы миллион раз уже общались. А что ты можешь вообще сказать там о списке Форбс? На них как-то вообще можно собрать данные на этих людей или нет? Из социальных сетей или это только? Можно, но это, скорее всего, будут не социальные сети. Это все-таки будут источники, связанные с финансами, компанией, взаимосвязи. Вот, но по большому счету, вот смотри, вот у нас обычные люди очень боятся, что за ними следят, там, государство или еще что-то. Я всегда всем объясняю, что с развитием технологии обработки данных точно так же развиваются технологии ухода от этих алгоритмов обработки данных. А здесь, когда у тебя есть практически неограниченные ресурсы и люди, ты можешь вообще подчистить все, что угодно. А если мы говорим, например, о каком-то конкретном человеке, ну, достаточно публичный, ну, в какой-то степени он выставляет свои фотографии, там, Павел Дуров, например. Ну, мы хотим что-то продать Павлу Дурову. Мы можем как-то это сделать с помощью его невозможности? Нет, вряд ли. Ну, как бы концепция интернет-реклама, она все-таки же всегда направлена на массового пользователя. Но что можно сделать, когда Павел Дуров опубликует свой голый торс на фоне чего-то, можно по фону этих фотографий понять, в какой гостинице это было сделано. Да, а потом попытаться туда заселиться и ждать, пока он таки там все-таки появится. Но это, конечно, и с пушкой по воробьям. Реальный алгоритм поиска данных у каких-то там относительно состоятельных людях, он для всех практически одинаковый. Берешь дорогие элитные локации, там, не знаю, топ 100 лучших отелей на Мальдивах, хотя, наверное, сотни отелей это не наберется. Ну, вот. Собираешь оттуда все фотографии всех людей и пытаешься как-то проанализировать связи между этими людьми. В конце концов, кто-нибудь из них окажется женой кого-нибудь. И ты таки сможешь подобраться к этому человеку. Но с точки зрения коммуникации с ним, мне кажется, это неправильный вариант. Потому что, с одной стороны, это не точно, с другой стороны, это, наверное, бы оттолкнул бы человека. А если брать сайты знакомств, которые на территории России действуют, какая все-таки номер один на стране? Давай, по какой метрике? Ну, по аудитории это понятно, что это Баду. Вот. Второй Мамбо, третий Тиндер. По активности ежедневных перезаходов в приложении, наверное, все-таки это Тиндер. За счет вот этого гениального интерфейса. И по слухам неких аналитических компаний я слышал, что после того, как Тиндер ограничило время, которое ты можешь провести в приложении, это увеличило количество взаимодействий с ним. То есть люди ждут там, не знаю, полчаса, опять туда заходят, опять, опять, опять. Напомню, на момент нашего исследования мы считали, что что-то среднестатистическим москвичкам в 8 раз в день туда заходят, как-то опять там кого-то перелистывает, коммуницирует. Среднестатистически, а всего их сколько там? Москвичей? Ну да, вот людей в Москве. Если не ошибаюсь, 2,7 миллиона, вот что-то такое около 3. Сайты знакомств во всех? Нет, нет, в Тиндере, в Тиндере. Вот. Это такая более-менее аудитория. Проблема в том, что там у большого количества людей двойные аккаунты. Вот. Их сложновато отфильтровать. Вот, но тем не менее. А по какой социальной сети можно собрать больше всего данных вообще о россиянах? Ну, понятно, что это ВКонтакте. ВКонтакте номер один до сих пор, да? Ну, понятно, но это же самая массовая сеть. Но она не просто до сих пор. Я думаю, что вряд ли Facebook когда-либо перепрыгнет в ВК. Instagram нет? Ну, Instagram, да, но все равно. В ВК там 150 миллионов аккаунтов, если просто в поиск зайти и посмотреть. Из них реально живых миллионов 90 россиян. И это прям супервысокая планка, если там считать активность там за полгода. Месячно активных аккаунтов реально там миллионов 60-70. И вряд ли кто-то эту планку перепрыгнет. Это уже космические просто цифры. Ну, вот а лично ты как считаешь, сайты знакомств, как Tinder, Badoo, они не развращают вообще общество? Нет. Вот насчет развращения, думаю, что вряд ли. Здесь скорее наоборот не развращение, а отсутствие реальных каких-то контактов. Почему? Потому что было такое исследование с порнохабом, очень интересное. Все же люди там последние 5-10 лет, периодически поднимается волна того, что порно развращает людей. Да, что они там после этого начинают сексом в подворотник заниматься. А по факту реальная угроза, которую несет в себе порнохаб, это отсутствие реальных контактов между людьми. Одиначество? Ну, они зашли в порнохаб, сделали свои дела, и потом с реальными людьми не хотят общаться. Приложение для знакомств делает примерно то же самое. Люди отучились разговаривать, люди отучились вести реальную коммуникацию. Им нравится, что они залайкали какого-то человека, и они сидят и ждут. Во-первых, да, минус в приложении, там же очень низкая активность по факту реальных коммуникаций. Я не знаю, часто ли тебе в Тиндере пишут твои пары или нет, хотя ты мальчик, мальчиком принято первым писать. Но если ты среднестатистически, пишет один человек из 25, как-то так. И это на самом деле очень печально. А Тиндер и Баду, это вообще позитивные социальные сети? Ты сказал, что Инстаграм убивает, а это говорят, что это очень позитивные сети, ты там только позитивные эмоции испытываешь. Там же тебе не отказывают, ты видишь пару только, которая тебя лайкнула. Есть такое, да. Ну, это очень, смотри, такая двойственная концепция, граничащая с философией. Кто-то считает, что это правильно, что ты видишь только людей, которые проявили к тебе интерес. А в Баду ты видишь всех остальных и понимаешь, что они как бы с тобой никак не взаимодействовали. Или с другой стороны, все-таки у тебя создается впечатление, что никто тебя не лайкает. Ну, как-то, в общем, сложно на самом деле на этот вопрос ответить. А нет такого ощущения, что вот в эпоху, когда, например, на Западе, это очень сейчас актуальная проблема в США, в Европе, у нас в меньшей степени проблема харассмента, сексизма, все это обсуждают. И у меня там много товарищей, знакомых в Америке, в Европе, которые говорят, что им порой страшно подойти к девушке, сказать ей элементарно какой-то комплимент, там дверь открыть, может быть, кофе купить. С одной стороны. А с другой стороны, в приложении ты как бы видишь человека, и по факту у вас лайк в Тиндере может считаться уже согласием, чуть ли не юридическим. Да? Нет? Ну, наверное, так. У нас недавно в интервью был член списка Forbes, Давид Ян, я думаю, ты знаешь его, он сказал, что в скором будущем роботы дойдут до того, что заменят вообще людей. А вы смотрели фильм «Последняя версия бегущей по лезвию»? И все же... Вуаля! Бон аппетит! Я скучала по тебе, сладкий. Проблема современного мира – одиночество. И он не нашел себе девушку, и у него эта голограмма, она с ним живет, когда она ему нужна по нажатию кнопки. Да, да, это будет, да. То есть это совершенно точно. Более того, даже считается, что количество сексуальных контактов с небиологическими существами будет превысить число контактов с биологическими партнерами буквально уже через 20 лет. И может быть даже раньше. И, соответственно, даже Тиндер не нужен будет, ты как считаешь? Ну вот наше приложение, которое мы запускали, как раз-таки несло концепцию того, что алгоритм тебе подбирает знакомства. То есть ты не видишь остальных людей, ты видишь только кандидатуру, которая тебе подобрал алгоритм на основании трех параметров. Ваша совместимость по цифровому следу – это интересы, сериалы, лайки и так далее. Это сексуальная совместимость и психометрия. И в принципе это окей. Но люди все равно хотят. Не то, что не хотят. Проблема в том, что у человека его ожидания не всегда сходятся с его реальными потребностями. У нас была такая фишка – ты загружаешь фотографию для того, чтобы найти людей, которые визуально тебе похожи. И мы предлагали людям 50 на 50. Значит, 5 кандидатов в день из 10 похожих на эти фотографии, 5 непохожих. И они реально никогда с похожими людьми не взаимодействовали. Ну, активно. То есть они пишут «Привет, привет, как дела?» Этой идеальной блондинке с большой грудью. А по факту они потом реальную активность и идут на свидание с совершенно другими людьми. Поэтому, конечно же, алгоритмы не будут говорить, что они всех заменят. Я все-таки надеюсь, что у нас появится много свободного времени, потому что алгоритмы возьмут на себя только рутину. Но реально еще очень далеко до того момента, когда алгоритмы будут понимать реальные потребности людей. Ну и последний такой вопрос, завершающий с точки зрения бизнеса. Вот у тебя было приложение, для знакомства ты его закрыл. Но, тем не менее, в список Forbes входит, например, Андрей Андреев. У него Bumble и как раз ибаду, гиперденьги, большое состояние, более 2 миллиардов долларов. Там Tinder тоже у него бешеная капитализация, более 16 миллиардов долларов, по-моему. Как ты считаешь, этот рынок, он еще свободен для новых игроков? Возможно ли создать новую какую-то такую социальную сеть со своей фишкой? Смотри, рынок дейтинга всегда будет, он вряд ли умрет. У него есть свои правила. Основное из них, тебе нужно вбухать кучу денег на раскрутку своего приложения и нагнать туда трафик. Приложение тебе начнет реально приносить какие-то деньги, когда там появятся, не знаю, первые 500-700 тысяч пользователей. И тогда как бы в этом есть смысл. Не все могут просто так взять, запрыгнуть туда и так далее. Наше приложение «Ни для никого не секрет» носило концепцию изучения людей и получения новых знаний. Мы вообще не продумывали монетизацию. Ну, возможно, в ближайший год мы вернемся к этой идее, потому что есть партнеры, которые хотят реанимировать эту историю. Я, честно говоря, на дейтинг не очень ставлю, потому что я этот рынок плохо знаю. Но, опять же, да, как ты сказал, Tinder всем показывает, что можно. Ему, мне кажется, каждый год пророчат смерть. Говорят, что вот в этом году все, Tinder загнется. Но он все не загибается. Как российскому рублю. Вот, есть такое, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!